приветствуем вас в здравии и в прекрасном расположении духа на канале раиса горяченко дача сад огород цветы прежде чем мы рассмотрим агрогороскоп на период с 15 по 18 февраля 2022 года хочу напомнить что со 2 февраля по 22 февраля включительно идет активное влияние новой божественной созидательной энергии особого качества в нашу солнечную систему а также естественно в нашу матушку землю во все сущее в земле и на земле во все органы системы клеточки человека надеюсь вы уже это тоже ощущаете на себе до 22 февраля этот поток очень высоких вибраций будет продолжать заливаться в нас в растения в животных в птиц но особо новые вибрационные энергии будут сильны с 15 по 18 февраля во время сожженного пути полнолуния поэтому в этот период уменьшите физические нагрузки буквально до минимума отдыхайте потихоньку гуляйте в саду творите своими руками и еще минуточку вашего внимания в это время новые квантовые потоки божественного света любви будут вливаться очень активно и в растения те которые у нас в комнате кто растет в рассаде кто цветет в это время а также в семена которые мы собираемся сеять поэтому не беспокойте пожалуйста комнатные цветы растения семена особенно рассаду только давайте воду в дни земли это дни у нас девы после льва в этот период растения смогут воспринимать воду мы заранее составляли посевной и другие агрокороскопы и выбрали 18 февраля с 20 часов до конца суток для посева цветов а также для черенкования ситуация после 2 февраля резко изменилась и мы ощущаем это все потоки новые эти потоки так усилились и поэтому обращаюсь к вам обратите внимание лучше 18 февраля вот с 20 часов до конца суток не беспокойтесь семена и растения просто-напросто перенесем эти все дела черенкование на 26 февраля а посевы цветов всего-навсего на 19 и 20 уже февраля когда луна будет в знаке теперь давайте подробнее рассмотрим эти благословенные дни для человечества в агрокороскопе с 15 по 17 февраля время как всегда московская и так давайте все эти даты рассмотрим они практически все здесь дается у нас одинаково но есть уже новая рубрика которую нас попросили добавить ну давайте посмотрим 15 февраля вторник луна будет в знаке лев это сожженный путь полнолуния 16 лев в переход в 23 44 полнолуние в 19 58 далее 17 в четверг это уже дева но это сожженный путь полнолуния и сожженный путь полнолуния практически до 20 часов вечера у нас будет 18 пятницу получается у нас четыре дня нет возможности в это время что-либо делать пик энергий плюс полнолуния сожженный путь полнолуния и знак лев здесь посевы не проводится ну и к сожалению нельзя будет в это время что-либо делать в знаке дева поэтому посевы не проводим никакой работы с рассадой ни в коем случае для цветов то есть рассада цветов который у вас находится а также комнатные цветы для них важная задача в это время биотрепараты использовать для защиты от вредителей и от болезней вот это все четыре дня один вид работы такое поливы бесполезны 15 и 16 а вот 17 и 18 уже можно поливать подкормки тоже нельзя без полива подкормки не проводим тем более полнолуния нельзя проводить при необходимости острой можете подкармливать в деве но 10 процентов это буквально капелька удобрения используйте пожалуйста органику вот эти два дня можно будет с поливами чуть-чуть добавлять подкормки в саду пишу вот так красными два слова нельзя обрезка нельзя обрезать в это время это очень сложный период хотя это зима это все равно растение всегда живые всегда у них идет внутри процесс я пробовала этот вариант обрезки зимой в полнолуние тем более в такой знак казалось бы он хороший если это у нас убывающая луна и особенно четвертая фаза в данном случае полнолуние ни в коем случае не используем для обрезки сожженный путь полнолуния в деве вообще нельзя тоже обрезать вот эти четыре дня в саду только птичек кормим и наблюдаем за ними зеленые операции тоже не проводим все четыре дня а вот что касается заготовок у нас оказывается есть разные хозяюшки кто-то птицу забил кто-то какие-то заготовки фрукты перерабатывает поэтому можно в дни полнолуния во льве заготовки проводить 15 16 в деве некачественные заготовки мы вот еще раз проверили сейчас открыли в банку не нравится мне как ведет себя дева по отношению консервации поэтому не делаем никаких консервов в это время квашение в эти дни тоже не проводится качество увы никакое тем более что в знаке стихии огня квашенная капуста жесткая и горьковатая а здесь наоборот очень быстрый процесс в деве и она слизнет и быстро портится и кислится очень быстро капуста настойки можно вот хорошо в полнолуние вот здесь энергии очень сильные для приготовления настоек из различных лекарственных трав цветочков корней делать настойки которые будут употребляться для лечения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вот это очень хороший период в деле не используем для настоек этот период не очень качественно и получается и будет не не тот эффект рыбалка по-прежнему еще потерпите уже совсем-совсем уже скоро можно будет выходить на рыбалку и там будет хороший улов сейчас пока рыба тоже от этого потока не знает что с ней делается и у нее тоже замешательство сейчас поэтому ей не до приманок и не до тех приманок которые вы будете на крючочек цеплять для того чтобы ее словить рыба занята сейчас и вот новая рубрика сбор почек и хвои во многих регионах в это время уже в феврале начинается сбор почек и хвои я не советую заниматься этим делом вот эти дни потому что это будет болезненно для растений и еще если вы будете собирать почечки хвои потом дальше чуть чуть больше уже пройдет еще немного времени можно будет и сок березовый собирать будьте внимательны мы будем давать эту рубрику постоянно для того чтобы не навредить нашим друзьям нашим деревьям нашим растениям поэтому сбор почек и хвои пока пропускаем но рубрику вводим для того чтобы вы знали что по вашим просьбам эта рубрика теперь у нас будет постоянно ну а дальше будет не только почек здесь будет сбор лекарственных травм это мы тоже будем учитывать но как же без рубрики нашей постоянной луна для дома для здоровья рассмотрим все эти дни прекрасные дни сожженного пути полнолуния время московское что мы можем делать во вторник среду четверг и пятницу и так очень внимательно будьте пожалуйста 15 16 с огнем и камин и печка и газ будьте очень внимательны вот этот поток новой энергии сильнейший плюс энергии стихии огня дает вот такую взрывоопасность ситуации будьте внимательны по чуть-чуть разжигайте свои печки камины следите за тем чтобы и газ был выключен вот здесь прошу вас полнолуния сожженный путь полнолуния вот эти два дня очень очень осторожно с огнем тесто быстро всходит но она суховато и я заметила такую особенность нужно сразу конечно же съедать то что испекли потому что тесто становится быстро крохким крошится и черствеет быстро в этот период так что немного готовьте для того чтобы быстро сразу же использовать в питании рукоделие прекрасно в знаке льва вот это то что я вам советовала в это время очень хорошо заняться тихо спокойно где-то вышивкой заняться где-то носки связать или еще какую-то важную вещь сделать очень красиво кстати в это время приходят очень интересные идеи записывайте зарисовывайте вот этот период будет уникальный и может быть даже придет идея вашего будущего творчества которое принесет вам прибыль то есть изобилие вашу жизнь будущую профессии практически нету но есть вот эти занятия которые будут будут вам давать возможность иметь материальную сторону и получать от этого удовольствие вот это все было взаимосвязано дни очень хорошие карандаш ручка и тетрадочка блокнот и все должно быть рядышком все что приходится зарисовывайте записывайте потом скажете мне еще благодарю потому что пришли такие идеи в другое время они просто не появляются в голове а в это время ловите их пожалуйста вот что касается мыслей ловите а вот с головой нужно быть очень внимательны вернее с волосами пожалуйста не истригите волосы в знаке льва и полнолуние в данном случае не истригите ногти в это время не красьте волосы полнолуние сожженный путь полнолуние нельзя это делать а вот мыть волосы в знаке лев можно очистка кожи еще не используем у нас еще период вот он сейчас начнется уже вот 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 мы сейчас о нем скажем пока еще ничего не делаем никаких манипуляций для очистки кожи ремонт пропустите эти дни хотя лев это хорошо но это время не для ремонта это такой благодатный период для здоровья для человека для будущего принимайте энергии купайтесь в этих энергиях проветривать вещи если есть необходимость солнце ветерок пожалуйста все получится не стирайте в этот день берегите технику кстати в эти дни поменьше используйте электрические приборы потому что они могут выходить из строя сильная энергетика и не убирайте текущую после себя убрали там помыли посуду но генеральные уборки пока переносим на чуть позже период сейчас нужно беречь свои силы и находиться в мире и покоя вводим еще раз вот эту рубрику начало инкубации и она очень нужна будет для того чтобы ну давайте мы дойдем до этого дня до пятницы и мы расскажем об этом теперь у нас будут следующие два периода это тоже сожженный путь полнолуния 17 18 луна будет в знаке дева и здесь возможен уже дым если здесь с огнем очень сильная энергетика то здесь наоборот при деве обычно дым давит энергия сверху и дым может попасть в комнату поэтому потихонечку разжигайте и потихонечку заводите свою печку для того чтобы она давала тепло а вот с тестом в это время хорошо сожженный путь полнолуния очень хорошо будет все получится рукоделие в деве приветствуется замечательно все получается ничего не делаем с волосами с ногтями продолжаем вот этот период сожженного пути полнолуния беречь свои волосы свои ногти не мыть волосы и не вот красить волосы тоже нельзя именно в этот период почему я обращаю ваше внимание и говорю про волосы вот таким образом вот эти все дни волосы будут вашими антеннами которые будут принимать вот этот новый поток энергии ногти пальцы это тоже антенны которые будут принимать энергии поэтому у вас там есть заранее дни когда вы можете это сделать сделайте а вот эти дни пропустите очень важно вот этот эту энергию принять пропустить через себя она проходит через наши волосы через наши пальчики ногтики и руки и ноги поэтому вот обратите внимание запишите эти работы мы проведем позже и вот как раз начинается уже 17 в 20 часов вечера ведь у нас полнолуние 19 58 сутки проходят и вот эти сутки у нас заканчивается в 20 часов вечера из 20 часов вечера начинается вот цикл на убывающей луне до новолуния до вернее до дня гекаты начинается вот этот цикл очистных мероприятий для кожи так что вот запишите можно начинать 17 вечером и продолжать уже 18 19 и так далее ремонт в деве не делаем тем более что еще время сожженного пути полнолуние очень сильно работают и сожженный пути полнолуние само дает энергетику плюс новые вот эти квантовые энергии лучше поберегите себя и поберегите все материалы которые нужны для ремонта проветривание вещей в знаке девы не проводите притягивает запах и влагу стирку не делайте ничего в плане постирки 17 февраля вот 18 уже можно стирать качество будет хорошее уборку еще не делаем а вот этот момент когда мы уже вот эту рубрику запускаем начало инкубации но обычно курицу квочку подсыпают яйца но сейчас очень много инкубаторов своих собственных так вот или гусыню индюшку вот нужно 30 дней 28-30 дней для того чтобы индюшка или гусыня высидела малышей маленьких эти пушистенькие вот чтобы получить именно выход птенцов 17 19 марта а это период снова же сожженного пути полнолуния получается в этот период очень крепкие цыплята утята гусята индюшата в данном случае у нас 30 дней вот этот период для того чтобы получить выход из яиц вот этих маленьких птичек поэтому очень хорошо 18 уже начинать вот закладывать инкубаторы еще можно будет это в последующий день 19 и 20 закладка яиц гусиных и индюшиных это то что вам принесет здоровый молодняк птицы гусей и индюков луна для здоровья буквально несколько подсказок на период сожженного пути полнолуния необычного сожженного пути полнолуния такого еще я не помню в нашей жизни и в нашей практике вот этот в это время будет пик квантовых потоков в нашу солнечную систему в нашу планету и в нас человека новая созидательная энергия энергия высоких вибраций божественного света любви вот эта энергия сейчас вся буквально нас пропитывает проходит сквозь нас она посылается всем планетам звездам всем жителям земли и самой земле каждому человеку для того чтобы очистить все старые программы страхов болезней и провести трансмутацию настройку на новые программы программы мира гармонии здоровья благополучия с благодарностью принимайте квантовую энергию первотворца и первоматери не сопротивляйтесь если есть возможность спите пейте натуральные соки чаи позвольте себе сладости вкусности которые просит ваше тело в это время это очень важно у каждой нашей клеточки сейчас сложная задача настроиться и принять свет созидания чтобы находиться в гармонии со всем миром и внутри тела с другими органами системами а также с окружающим пространством а при сопротивлении свету миру при использовании различных медикаментов агрессии а что может произойти с таким человеком даже не хочу озвучивать этот момент ведь наши видео смотрят человеки творцы наши светлые друзья которые строят созидают сейчас настоящие райские сады у своих домов и строят эти райские сады внутри себя где мир гармония и изобилие всего того что нужно для человека в этой прекрасной жизни а теперь рассмотрим более подробно вот эти дни когда будет у нас сожженный путь полнолуния первые два дня у нас будет время нахождения луны в знаке лев это время полнолуния в любом случае никаких операций ни на каких органов нельзя проводить в полнолунии и до полнолуния то есть весь период сожженного пути полнолуния никаких операций только если экстренные аварии там что-то такое экстренное что-то происходит тогда оказывается медицинская помощь и это нормально напоминаю что в это время обостряются сердечно-сосудистые заболевания а также болезни сердца и суставов возможны приступы аритмии стена бротикардии тромбоэмболии в мышцах инфаркты но если у вас запланирован на это время тихо спокойно поход к офтальмологу пожалуйста можете посетить его ну и знайте что нужно в это время поддерживать свое сердце сердечно-сосудистую систему хорошо в это время лечение инсультов и тромбоэмболии гипертонии и мигрени напомню что 15 и 16 будут как раз уязвимы еще раз делаю этот акцент сердце аорта артериальная система кровообращения грудная клетка ребра позвоночник сердечно-сосудистая система в питании должны быть протеины витамины d и c поэтому и используйте различные натуральные соки травяные чаи готовьте морепродукты различную рыбу печеный картофель во льве замечательно есть еще много яблок поздние сорта груш хурма цитрусовые ананас и авокадо также очень хорошо для организма в это время бобовые культуры из них готовьте различные блюда маслины вот чеснок очень маленьких дозах но нужен сейчас для того чтобы предупредить различные простудные заболевания используйте в питании грецкие орехи семена подсолнечника различную зелень которую заготовили морковь и варите же конечно каши из пшена овсянки гречки и риса 17 и 18 февраля луна будет находиться в знаке дева это еще сожженный путь полнолуния поэтому лучше в это время не проводить никакие операции однако давайте вспомним особенности энергии знака девы для наших человеческих тел и так в это время особенно уязвимы тонкий кишечник двенадцатиперстная кишка поджелудочная железа толстый кишечник слепая кишка аппендикс попок область живота жировые отложения в области живота вот эта брыжейка она сейчас во время вот этого потока очень активно нам помогает принимать вот эту энергию и ее преобразовывать в новую энергию и иногда просто даже в ночью хочется сильно есть поэтому ешьте то что просят организм то что есть возможность для того чтобы здесь на физическом плане находиться вот этом сбалансированном состоянии и естественно что можно что нельзя в это время делать сейчас мы с вами рассмотрим это этот момент прошу обратить внимание для того чтобы вы знали какие нельзя проводить операции в это время нельзя проводить в деве операции на брюшной полости в области солнечного сплетения на органах связанных с обмена веществ на привратнике желудка селезенки желчь на пузыре и всей вегетативной нервной системе прошу обратить особое внимание это тот момент когда многие мне пишут когда можно провести какие-то обследования для того чтобы определить что какой орган когда какие-то операции нужно делать так вот дева замечательный период для того чтобы провести медицинскую диагностику поэтому сдавайте тихо спокойно анализы в эти дни 17-18 февраля проходите обследование получайте заключение экспертов в эти дни поставленным в поставленный вам диагноз будет совершенно верным и назначенное лечение будет наиболее эффективным и результаты анализов именно сейчас окажутся наиболее объективными и правильными так что используйте это время лучшее время для медицинской диагностики и несколько слов о питание 17 и 18 февраля в деве нужно использовать раздельное питание причем при раздельном питании это какой-то один продукт и небольшие порции должны быть нужны продукты богатые железом и витаминами группы b энергетические соли должны быть в этих продуктах в данном случае сульфат калия и фосфат железа и вот эти обе соли содержатся в гречневой крупе варите гречневые каши гречневый суп а также используйте пшено есть тоже эти обе соли овес яблоки груши абрикосы сухие сейчас есть можно их приобрести еще есть свежие гранаты картофель в любом виде готовьте морковь цитрусовые фрукты замечательное время для того чтобы в этот период напитать нужной энергетикой и питательными веществами в знаке девы но и в меню должно быть растительное масло грецкие другие орехи есть еще речка черная молочные любые продукты цветная капуста еще тоже есть продажи или замороженная в холодильнике у нас такая есть и мы не могу обойтись без вот этой подсказки пожалуйста не готовьте в это время макароны и другие углеводные продукты они просто напросто не нужны в это время нашему организму нашим органам системам и клеточкам вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск чуть-чуть заранее даем для того чтобы вы могли подготовиться заранее проводите все посевы все свои физические различные работы для того чтобы в сожженный путь полнолуния настроиться получить все нужные настройки от новой квантовой высочайшего света божественной любви энергии ну вот мы прощаемся сейчас с вами но и просим всегда как всегда чтобы вы поделились нашим видео со своими родными близкими с теми кто вам дорог кого вы любите а также просим оцените наш труд своими лайками а также пишите комментарии и продолжайте писать свои вопросы запросы предложения мы с удовольствием их изучаем и стараемся выполнить ваши задачи используя свой же снова опыт и знания выпуск подготовили как всегда авторы канала раиса горяченко и александр волик прощаемся с вами всего-навсего до завтрашнего утра до нового видео а сейчас говорим пока пока